Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Кузя-то куда делся, вы не знаете? Давайте вместе его позовём. Кузя! Кузя! Тут уже ребята все собрались, все тебя ждут, я уже с ними поздоровалась. Здравствуйте! А Кузе всё нет. Давайте его позовём вместе. Кузя, иди сюда! О-о-о! Ну тут Кузя-то и появился, говорит, здравствуйте, мальчики и девочки, здравствуйте! Здравствуйте! И Кузя, я знаю Кузь, да, я всё помню, он очень хочет вам кое-что показать. У Кузи наконец-таки появились обновки. Кузь, бегаешь за ними, да? Сейчас Кузя их принесёт. Так-так, держи крепче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О! Что это? О! Ну показывай, показывай, Кузенька. О-о-о! Замечательно! Всё, Кузя! Это же самая настоящая шапка с пушистым помпоном. А это... О-о-о! Самый настоящий шарф. И теперь, Кузя, с чего начнём? Вы вот скажите, сначала надеваете шарф или шапку? Хм... Мне кажется, что если вы просто на шею надеваете шарф, да, то сначала шарф. Но если вы сначала надеваете тёплую куртку или комбинезон, то шарф потом. Это правда, да. Так, ну, Кузя наденет вот так. Вот так, вот так. Кузя наденет шарф. Вот так, вот так. Кузя наденет шапку на глаза. Ой, Кузя-то у нас голубоглазый, и поэтому ему очень идёт голубая шапка, да, Кузенька? Ну, всё, всё. Ты тепло одет, конечно же, очень тепло одет. Можешь выходить гулять, точно. Там же снежок, там же мороз, там же настоящая зима, как можно сидеть дома. Да, и сегодня... И сегодня мы с Кузей вам расскажем... Хм... Сначала мы вам расскажем очень нежное стихотворение про... Ах... Да, про вот такую чудесную снежинку! Ах, правда же красота! Да, и у меня таких красивейших снежинок просто очень много! Да, у меня есть такая подруга, её зовут Женя, а у Жени мама волшебница. Её каждая снежинка просто какое-то чудо-чудное, диво-дивное. Да, вот, она нам с Кузей просто такие красоты передала, что мы просто прямо спасибище, приспасибище. Вот есть такое слово? Нету такого слова. Нужно просто сказать спасибо вам. Женечкина мама, спасибо вам, да, за снежинки. Ну вот, ага, и мы вам расскажем с Кузей про снежинку одну историю. Так, это у нас будет дело номер раз. Загнули пальчик? Угу. Ну, мы вас опять немножко обманули. Дело номер один – это поиграть ручками, да? Дело номер два – послушать историю про снежинку. Дело номер три. Прямо расскажу вам сразу. Кузь, давай, не вспотеешь в шапке? Садись. Ага. Послушать историю очень смешную. Про одного Ваню. Вот, смотрите, какой он у меня рыжий. Фух, какой Ваня Иван. Да, про Ивана, который ездил на лошади. А последнее стихотворение опять будет про снег. Но мы его будем мастерить, этот самый снег, вот из такой салфеточки. А эту салфеточку я взяла вот из такого рулончика. Если ты спросишь у мамы, у тебя, наверное, дома, у мамы, обязательно такая салфеточка найдется. Поэтому бери ее, приноси, она нам понадобится. Ну что, Кузень, во что будем играть? В гномиков? Мне кажется, в гномиков будем играть. Да, как они собирали снежинки. Потому что это наша завсегдашняя зимняя игра. Да? И Кузей сейчас ни капельки не боится этих снежинок замерзнуть, правда? В такой-то теплой шапке, в таком-то теплом шарфе. Тогда играем. Один гномик у нас будет маленький мизинчик, другой гномик будет побольше указательный пальчик. А этот гном будет большой, огромной рукой. Жил маленький гномик, был маленький домик и маленький красный колпак. И маленький гномик, он любит свой домик и смотрит в окошко вот так. На ближней полянке сбирает снежинки, в корзинку малютку кладет. И свечку малютку на столик он ставит, сжигает. И теплый ковер себе ткет, через одну, через одну, не через две. Был гномик побольше, и домик побольше, и красный побольше колпак. И гномик побольше, он любит свой домик и смотрит в окошко вот так. На ближней полянке сбирает снежинки, в корзинку побольше кладет. И свечку побольше, на столик он ставит, сжигает. И теплый ковер себе ткет, через одну, через одну, не через две. Был гномик огромный, и домик огромный, и красный огромный колпак. И гномик огромный, он любит свой домик и смотрит в окошко вот так. На ближней полянке сбирает снежинки, в корзинку огромную кладет. И свечку огромную, на столик он ставит, вот так на столик, сжигает. И теплый ковер себе ткет, через одну, через одну, не через две. Ковер он соткет, и нам принесет. А хотите покажу, какой у меня сегодня ковер? Вот такой снежный, белый. Да, ну как будто это гномик соткал такой ковер. Вот. Ну что, Кузя, что? А, поиграли, поиграли, поиграли. Кузя, ну может быть ты все-таки разденешься? Дома-то тепло. Кузя не хочет расставаться с такой чудесной шапкой, с таким чудесным шарфом, и поэтому мне говорит, что будем слушать в шапке и в шарфе сегодняшней истории. Хорошо? Хорошо. Тогда слушайте. Так, какую бы мне снежиночку-то взять? Вот, вот эту возьму. Светло-пушистая снежинка белая. Какая чистая, какая смелая. Дорогой дальнюю легко проносится, не ввысь лазурную на землю просится. Ну вот кончается дорога дальняя, земли касается. Звезда хрустальная, лежит пушистая, снежинка белая. Какая чистая, какая смелая. Ну надо же, надо же, какое стихотворение. Светло-пушистая, снежинка белая, да? Какие удивительные слова. Поэт, а дядя, который придумал это стихотворение, его звали Константин Бальман. Он такие слова красивые нашел. Светло-пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая смелая. И я думаю, почему смелая? Да потому что она одна, спустилась с неба на землю одна. А может, не совсем одна. Может быть, она с подружками, конечно. Она летела не одна, она с подружками. Ну такая маленькая, такая крошечная. Это моя, большая, потому что она же вырезанная, да, с бумаги. А ваши крошечные? Да, настоящие крошечные, смелые, пушистые, не боящиеся дальней дороги, не ввысь лазурную, на землю просится. И вот кончается дорога дальняя. А ведь с небес-то на землю дорога дальняя. Земли касается звезда хрустальная. Правда же звезда? Лежит пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая смелая. Да? Хорошо же, да? Правда, очень хорошо. Если вы дома с мамой вырежете снежинки, то ты их можешь класть на ладошку, а потом дуть. Хоп! Взлетают они иногда. Ха-ха! Вы видели? И тогда получается настоящий снегопад. Некоторые вверх, а некоторые вниз. Ха-ха! Обязательно с мамой дома устроите такой снегопад. Ничего себе! Вот так. Так. А про кого я вам еще сегодня обещала историю? Сейчас расскажу. Про Ваню. Так. Сейчас подготовлюсь и расскажу вам историю. Но, наверное, для этого мне придется опустить камеру. Я сейчас расстелю снежок свой. Да? Так. Ага. Я опущу камеру, чтобы вам было видно именно моих героев. Ладно? А не меня. Да. В нашей истории еще будет лошадка. Итак. Смотрим. Ох! Как на беленький ледок выпал беленький снежок. Вот как начинается наша история со снежка. Но сначала я вам все-таки лошадку покажу. Оху! Какая лошадка! Вот такая смешная. Так. Отличная лошадка. Ага. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Выпал беленький снежок. И ехал Ванечка, дружок. Ох! А он не умещается. Сейчас придется камеру по-другому делать. Так, чтобы все уместились. И ехал Ваня поспешал. С ворона коня упал. Ох! Он упал и лежит. Никто к Ване не бежит. Таня с Маней увидали? Прямо к Ване подбегали. Прямо к Ване подбегали. Да за обе руки брали. Они брали. Подымали. На добра коня сажали. Конь, иди сюда. На добра коня сажали. Ой! Ой! Ваня, садись. Не хочет садиться. Вань, садись, садись. Как тебе Таня с Маней-то помогут-то? Да. На добра коня сажали. В путь дорожку провожали. И знаете, что говорили? Как поедешь ты, Иван? Не зевай по сторонам. Не, не буду. И уехал. Вот. Ой! Ой! Я даже немножко устала такую историю сложную показывать. Почему она была сложная? Нет, конечно, с Таней и Маней все просто. Танечка, Манечка отличные куколки. А вот с Ваней да, вам, наверное, еще раз захотелось посмотреть. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Выпал беленький снежок, ехал Ванечка, дружок. Ехал, Ваня, поспешал. С ворона коня упал. Он упал и лежит. Никто к Ване не бежит. Таня с Маней увидали. Прямо к Ване побежали. Прямо к Ване побежали. Да за обе руки брали. Они брали, подымали, на коня Ваню сажали. Иди сюда. Ой! На добра коня сажали. Ой-ой, садись, Иван. В путь дорогу провожали. Угу. И тут самое главное, когда мы Ивана посадим. Ой! А Иван все ногами-то путается, путается в лошадиных нитках. И не хочет залезать. Ванюшка, давай! У меня даже Таня с Маней куда-то попадали. Вот! Фу! На добра коня сажали, в путь дорогу провожали. А дальше они даже пальчиком вот так говорили. Как поедешь ты, Иван? Давайте вместе скажем. Как поедешь ты, Иван? Не зевай. по сторонам. Не будет Ваня зевать? Не не будет. Ну вот такая история. В этой истории нет автора. Это такая народная песенка. Да? Русская народная. Да. Вот. Ой! Ну давайте уже с вами переходить к мастерилке. Хорошо? А то вдруг это окажется сложно. Итак, последнее. Давайте проверять. Ага, ручками поиграли? Поиграли. Кузину шапку рассмотрели с шарфом? Рассмотрели. Снежинками полюбовались? Полюбовались. Ага, про нежно-белую снежинку смелую почитали? Почитали. Так, и еще даже про баничку дружка, как он с ворона коня упал, тоже почитали? Почитали. Осталось смастерить нам снег. И, конечно же, про этот самый снег я вам расскажу историю. Ну, мастерить будет непросто, сразу скажу. Опускаем мой телефон, который еще к тому же как-то любит криво опускаться. Ну вот, все. Ага, взяли салфетку. Кроме рук вам больше ничего не понадобится. Поставили два пальца. Ну, в какой-то лучший уголок. Вот, смотрите. Видите, вот тут уголок? И я вот так ставлю два пальца. А дальше беру большой уголок и вот так хоп, просовываю. Просунула. А теперь вот так вот туда пальцы не поднимаю. Пальцы держат. Прижались как к столу, так и прижались. Вот. Теперь туда. Вот. Теперь опять вниз подсовываю, подсовываю, подсовываю. Вот. Ага. Вперед. Вниз. Так. И опять. То есть, смотрите, я ничего нового не делаю. Вот. Видно вам? Я вот так подсовываю. Вот так. Вот так. Вот. Вот так. Вот так. И у меня уже заканчивается моя салфеточка. всё. И теперь у меня кажется, кто-то шагает. Топ-топ. Ну вот. Тут главное, чтобы с пальчиком не соскочила у вас эта салфеточка. И знаете, кто это идёт? Это идёт снег. И сейчас я вам расскажу, как он идёт. А, у меня всё-таки он соскакивает с пальчика. Не соскакивай. Тём... Ладно. Тёмной ночью шёл, шёл снег. Долгой ночью шёл, шёл снег. А на утро снег вдруг лёг на обочины доброг. Лёг на пристань и на вокзал, на корабль и на причал. А почему это он лёг? Да потому что идти устал. Вот как. Так, так, я всё смотрю, что это у меня тут с телефоном, почему мой стол как-то по диагонали, но это не важно. Давайте ещё раз попробуем. Попробуем ещё раз. Хотите? Давайте я вас всё-таки немножко хотя бы увижу, посмотрю на вас, да? Чтоб вы не забыли, кто вам всю эту историю рассказывает. Тёмной ночью шёл, шёл снег. Долгой ночью шёл, шёл снег. А на утро снег вдруг лёг, на обочины дорога, лёг на пристань и на вокзал, на корабль и на причал. А почему это снег вдруг лёг? Да потому что идти устал. Вторая попытка сделать идущий снег. Если вам это кажется симпатичной, то вторая попытка. Наверное, она окажется быстрее. Два пальца, хорошенько прижатые к столу, и салфетка, которая ходит туда-обратно. У вас тоже вторая попытка, давайте. У вас тоже вторая попытка. вот. Вот. Так. 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 Угу. Знаете, у меня почему-то вот на среднем пальце отлично всё держится, а на указательном... О! Будем так играть. Долго и ночью ушёл. Видите, он у меня берёт и с этого пальца соскакивает. и мне от этого очень обидно и приходится придерживать. Вот. А со среднего не соскакивает никогда. Почему ты соскакиваешь? Загадка такая. И мне приходится придерживать. Долго и ночью шёл, шёл снег. Ага. Ты такой... Так. Третья попытка и последняя. Если не получится, то... Вот. Вот. Всё. Делаем вообще очень быстро. Очень-очень быстро. Тёмной ночью шёл, шёл снег. Снег, ну, пожалуйста, я так хочу, чтобы ты прям держался за мои пальцы и никуда не прятался, никуда не соскакивал. Так. Я очень быстро. Вы посмотрите, я просто как вихрь, видите? Я просто как вихрь всё это накручиваю. Вот. Ага. Накрутила. Проверяем? Угу. Вот так? Ну, давайте последний раз. Угу. О, тут даже хвостик какой-то. Тёмной ночью шёл, шёл снег. Долгой ночью шёл, шёл снег. А на утро снег вдруг лёг на обочины дорог. Лёг на пристань и на вокзал, на корабль и на причал. А с чего это снег вдруг лёг? Да потому что я идти устал. Ну, наверное, как-то так. Наверное, так как-то. Ну, потому что каждый когда-нибудь устает идти, когда ты шёл долгой ночью, длинной ночью. Конечно же, устал. Кузя, ты не устал? Кузя говорит, ни капельки я не устал. Я пойду сейчас на улице побегаю в тёплый шарфе, в кем? В тёплом шарфе, а потом уже приду и буду отдыхать. Ну да, мы всё, конечно, придём, когда нагуляемся и будем отдыхать и пить горячий чай, а может быть какао, а может быть грызь сушки, а может делать человечков смешных из салфеток. Мы придумаем, что делать. Но снежинки с вами прощаются. И я с вами прощаюсь, и Кузя прощается. До новых встреч, друзья! До новых встреч! В следующий раз будут новые истории, новые поделки, новые сказки. Пока-пока! Пока! До новых встреч!